Всем еще раз привет, дорогие друзья! Мы возвращаемся с вами на вторую карту противостояния Eleven Monkeys и X3. X3 пока что ведут в серии 1-0. К слову, напомним, что это дебютный матч для 12 сезона у команды X3, а Eleven Monkeys ведут в этой группе A со счетом 4-1 пока что. Они два матча выиграли, до этой встречи не проиграли ни одну карту, и сразу же в первой карте против X3 дали где-то 3 еще, но это команда. Вот, ну и посмотрим. Все-таки сразу же драфты несколько иного характера появляются и у Eleven Monkeys и у X3. X3 открывается с Бистом и Зевсом, а Eleven Monkeys, Вивер плюс Клокверк. Вижу Зевса, сразу же начинаю болеть за Зевса. Согласен. Вне зависимости от того, какую линию он там зовет, хоть пятерка, хоть четверка, хоть в мид пойдет по старинке. Короче, Зевс крутой герой, Клокверк тоже крутой герой, и в последнее время стал суперметовым после изменений. Хотя не то чтобы, да, ну какие-то глобальные изменения, как, ну дали ему вот этот увеличенный урон с батареи. Теперь X2 урона наносят по крипам. И один раз даже довелось мне увидеть Клокверка в миде. Ты смотрел тот матч Тундре? Неа. Там Nine пошел на Клокверке в мид против OG. И закончили они за 17 минут против OG. Да вообще, да, вперед ногами там поняли. Просто такой вынос был. 17 минут они реально спушивают линию, там сдаются, ребята. До этого в первой карте он играл на Зевсе. То есть, ну там два раза, как обычно, Nine пикает себе непонятно что. И этим непонятно чем побеждает. Берется Джиггернаут. Герой с высокой скоростью атаки. Герой, который может работать против Суперновы. И в совокупности Аура Бестмастера плюс Джиггернаут это то, что может позволить разобраться с Суперновой Феникса. Всегда можно добрать какого-то саппорта, если потребуется, который тоже в этом отношении будет работать. Из таких есть кто? Снэпфайр, там Мирана какая-то. На линию с Бестмастером почему бы и не взять. Хотя Зевс, похоже, что пойдет на линию с Бестмастером. Хотя стоп, вот теперь не ясно, потому что появляется Кристалмейден. Ну вот эта линия, да, олдскульная Джиггернаут, Кристалмейден, они приходят. И там очень сложно придумать даблу, которая выстоит. Там даже условный тимбер будет страдать. Не говоря уже обо всех остальных. Сейчас смотрим, и там будет Ликан против них стоять. Ну, если задаться целью душить Ликана, вот просто находить Ликана, да, вот сразу же, и с нулевой прям крутиться по нему, можно будет Ликана серьезно пробивать. Там будет, например, Ликан Феникс стоять. Это вообще все похоже на Вивера Керри, судя по всему. Ну, либо, либо это Ликан в Вивер Линия и Клокверк в Мид, как делал Найан. Ну, типа, других вариантов я не вижу. Самое простое это Вивер Керри. Как драка-то будет условно развиваться? То есть, опять же, Яйцо Феникса бьет, ну, разве что, наверное, Джаггернаут здесь только. Есть контроль сквозь БКБ, и вот нужен мидер команде Х3, который может прям тоже делать разницу. Какая-то Лина условно, в принципе, здесь тоже была бы, ой, как не лишней. Ну, Лина, Краба, наверное, вряд ли. Несмотря на то, что она, в принципе, да, хороший ультимейт, и Линия, в принципе, хорошо стоит. Но вот нужен герой, который тоже наваливает с руки. Пока это только один Джаггернаут. Тампларку отправляют сами в бан Х3. То, что по-прежнему не ясен, кто на центр пойдет у нас у команды Eleven Monkeys. Ну, и мидеры у следующего себе уже выберут Х3. С ласт пик у Eleven Monkeys. И кого бы ни взяли, Х3 попытаются условно out-драфнуть. Игроки Radiant прямо сейчас. Вот кого бы им подбанить? Ну, Лину, наверное, все-таки можно запретить. Мне кажется, там вообще чуть ли не Зевс может в центр пойти. Просто Crystal Maiden, когда появилась, я вообще не исключаю такого варианта. Просто Миду и Зевс. С высоким левелом. Там посмотри, какие все дохлые герои. Клокверк, Вивер, Феникс. Это все на два каста для Зевса. И тогда какой-нибудь там вейперочек в мид может залететь. Не-не-не, вот Зевс в мид... Для Eleven Monkeys, я имею в виду. А, для Eleven Monkeys. Ну, Зевс хусик. Все равно постоит. Там же задача какая? Просто молниями дешевыми добивать крипов. Типа Зевс, мне кажется, против любого может постоять. Давай посмотрим, что там по кайфам от наших друзей в инлайн на эту карту. Точнее, да, да, все правильно. На карту 1.72 на X3. Они фавориты. Здесь два крепенькая такая на Eleven Monkeys. Также не забывайте, дорогие друзья, получать приветствующий фрибет до 10 тысяч рублей. Кликай на баннер под окном трансляции. Так, ну и смотрим. Это все-таки Snapfire. Я же сказал, что Зевс в мид, хотя либо Snapfire в мид. В любом случае, это еще один герой. Закрепить, так скажем, и законтрить Феникса. Это много контроля. Это у Е-дэмэдж дополнительный. То есть там уже такой достаточно серьезный тимфайт. Буквально, я не знаю, Snapfire ульт, Зевс ульт, Кристалмейда, Ново, Дала, там все разлетелись. Потому что дохлый герой, реально дохлый. И никто из них БКБ себе рано не покупает. Ликан стройки не покупает себе БКБ очень долго. Вивер, ну не хочет сразу же покупать себе БКБ. И вообще бы в идеале играл без него. Здесь, возможно, даже линка какая-то ему потребуется, чтобы рор доджить. Хороший выбор Snapfire. Мне, в принципе, нравится. Мне, в принципе, драфт X3 нравится пока что больше. Согласен, соглашусь с тобой. Это Тусик. Как все запутано теперь. Кто в мид-то? Клокер, что ли? Стойков на ком? Или Таск? Три, пятерка Феникс, четыре Тусик. Вивер, Кор. Погоди, погоди, погоди. Ну, Вивер понятно, да. Вот в центр кто? Таск или Клокер? Я думаю, что Стойков будет у нас... Подожди, Стойков у нас будет... Стойков на Таске. Давай на Таске. Соглашусь. Тасик мне тоже здесь в мид больше нравится, чем Ликан. Против Зевса. Против Зевса он будет стоять, скорее всего, если это Тасик. Зевс или нормально, против него тоже постоит? Да, я уверен, да, что нормально постоит абсолютно. Вот пока идут обсуждения. Так. Клок пять. Ну, Ликану не должно быть легко на линии... Да, это Таск Мид. Это Ликан действительно на линию пойдет на сложную. Против Джиггернаута и Кристал Мейден стоять. Это Мидовый Зевс. И линия Бестмастер-Снэпфайр будет противостоять Виверу. И Клокверку. Нет, драфт все равно X3 нравится больше. Мне на порядок больше нравится драфт X3. Может, мы с тобой ничего не понимаем в этой игре. И Таск Мидовый нам сейчас объясним. Мне нравится больше. Он же может, он просто нравится больше, да? Да. Вне зависимости от того, что... А у них просто, знаешь, почему нам больше нравится? Потому что у них все синие такие руки, посохи и так далее. Обрати внимание, у команды X3. У всех. А, на стиле, да? Да-да-да. Синие руки Зевса, синие вот эти блейды у Бестмастера, синий посох у ЦМки. И Снэпфайр такая. Лошок. Они как волейбольная команда, у которой все в одной форме, связующие там выделяются немножко. Это Снэпфайр. Посмотрим. То есть для меня пока самая главная опасность, наверное, для команды X3 это все по-прежнему Феникс. Для меня уже вообще это не опасность, если честно. Ну, я вижу там ауру Бестмастера, Снэпфайр и Джиггернаута с бешеной скоростью атаки. Ну, типа, сколько еще должно быть контрпиков на Феникса, чтобы ломать Супернову? Ну, кого еще? Лайфстиллера да куча с Мираной доберем. И если бы прямо вот сейчас нас бы спросили предикта, я бы смело сказал на 2-0, если честно. Ну, я тоже склоняюсь больше к 2-0, да. Посмотрим. Мне очень нравится этот драфт. Ну, как правило, знаешь, бывает, что мы типа смотрим с призмы одной, так скажем, да, а по факту там линия заливается в ноль. Это как с Бэтрайдером, да, в предыдущем карте. Ты думаешь, что он просто вынесет перед ногами эту линию, но ничего там не случилось у него с Марси. Возможно, синергии там наливаем между этими героями. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим. За Радиент теперь у нас, соответственно, 11 Манки, за Дайр, X3. Ну, Зевсик на центр — это прямо уважение. Уважение. Хотя вот я вот постоянно, когда, допустим, играю, тоже турбо. Зевса вот надо банить прямо 10 из 10. Потому что такой персонаж, который набирает быстро 6-й левел, там первым митомом аганим, потом рефрешер и все. И ты просто такой думаешь, блин, ну что типа делать? Я вот сам вчера за ним его пошпилил. Там условно на 10-30, на 11-30 уже как раз-таки у меня был и аганим, и рефрешер. То есть там и супер хороший старт был и так далее. И спорить это все было крайне тяжело. Поэтому будем смотреть. Очень интересно. Ну и пока у нас, наверное, по рунам все-таки по дефолту все должно быть 2-2. Или же кто-то подставится. Ну то есть килл потенциал на ранних левелах все равно больше у команды X3. Как ни крути. То есть обилки более такие таргетные под героев. Но будем смотреть. Будем смотреть. Феникс, я думаю, сразу же и какие-нибудь фаерспирисы. Вот сразу же можно крутиться и идти вот в этого молодого человека. Просто крутись, убивай. Да, да. Вообще легчайший фраг. То же самое будет с леканом происходить на протяжении всей лейнинг стадии. Нисфир начинает с фб. Начало лучше не придумать. Там параллельно, правда, заработан фраг на бестмастеры. Второй флейнер также погиб. Ну и Зевс. Зевс герой, которого изменили же, да, не так давно. Ему дали замечательный третий скилл, который дает его эскейп в первую очередь. То есть где-то напасть, где-то эскейп. В общем такая универсальная способность. Она же замедляет еще очень сильно. Да, да, да. Ну на сто процентов там, разве что телепорт не сбивает. Теперь вторая пассивка это шард. Видел я тасков медовых. Лейнинг средненький у него. Потом по игре на слотах этот герой может делать разницу в тимфайтах. Это герой, который там ломает позиционку, вам может кого-то выкинуть подальше. Но в то же время, ну он ненадежный, он фармит медленно достаточно и потом, ну типа с какой-то другой позиции он бы мог нести, например, столько же импакта. Не так много вещей нужно, чтобы действительно разносить. Ну а про каких-то керри тасков, которые там, ну имеется в виду по слотам, как керри, да, будут спустя 40 минут игры. Такого и не вспомнить сейчас. Такие игры очень редко происходят. Эта CM-ка знаешь, как Дезраптор, которым ты берешь там 3-4 мангусика на линию, просто с тандрострайком ходишь и разваливаешь лица. И здесь вот, похоже, мол, билду идет у нас SMN. Ну ему что самое главное? Взять транквилки, взять блинки, блинки. Так, и все. Вообще, конечно, сейчас вот это, да, вот CM-ки, которые в пабликах тоже, она покупает блинк, БКБ и просто ходит, разваливается ультимейты. Такого не бывает, мне кажется, практически никогда. Но в паблике может быть, на каком-нибудь рейтинге. Просто вот Nine опять же высказывался, наверное, главный новатор, я бы сказал, на центральной линии сейчас в современной тупо-сцене, который играет на всем, чем угодно. И Котлаун первым показал, и вот сейчас Клокерков показал. Так вот, он сказал, что на Crystal Maiden я в мид не пойду, потому что у нее до сих пор нет ног. Она играет 280, ну, спида, ну, это издевательство просто над героем. Мы там сравнивали CM-ку на первом уровне и крипами лишнего, и крипами лишний был круче. Так, мастер делает враг, ответка будет какая-то, тут Кабан вызывается до конца против Палантимуса, но у того куча и снова размен. Ну, хотя бы разменялись, и то хорошо. Ну, вот здесь я говорю, теперь на третьем уровне сейчас попытаются сделать фраг и самым вместе с Несфиром. В принципе, любого. Ну, ладно, то есть, Карлс драйвит не очень хорошо, а вот этого товарища можно, да, смело... Знаешь, почему не убил сейчас? Потому что третий левел не получил чекернаут. Да. Посчитай, сколько ему не хватило 25 лишних единиц урона там с каждого... А то че, он же может убить, ну у тебя же манга есть, дай ему фростбайт, ты же убьешь. Не поверил, судя по всему. Ой, душнило. Так, че там у Зевса? 19 на 4, 15, 2 тусик. Ну, тусик плотный персонаж, в принципе, ему здесь, да. Можно стоять. Насти как стоит, тоже мана всегда есть, в принципе. Ну, Зевсу попроще все равно, тусик руками должен крипов добивать, а Зевс делает дешевым люком. Интересно, какой билд он себе выберет, потому что на Зевсе хочется все и сразу. И Аганим тебе хочется, и Линза тебе хочется, и маны. Я бы брал, знаешь, Арканы, и сразу же, причем можно взять это. Арканы и пошел в Каю. Хотя можно и Аганим беру. Огерг, Коги, поставил, очень много урона Шеткарад получает. Мы с того, чтобы атаковать, решили, что лучше Куки потратить на то, чтобы уйти из-под атаки. Вивер приближался, много урона. Энринг остался совсем без маны, есть 10 стиков. А Глокерк снова хочет напасть. Кристалл Мейден постоянно занимает агрессивную позицию. Вчера ауру в единичку. А теперь всем будет попроще немного. Но пытается, да, добить кристалл новый. Безуспешно, безуспешно тратится на расходники. Волчата плюс ко всему еще подбивают. Но вот Феникс может попытаться ее на самом деле прогрызть немного. Хотя там опять же у Джаггера сейчас откатится Блэйдфьюри. Лучше не увлекаться. Обратим внимание, да, что Вижен, ты посмотри, по обе стороны от Зевса. То есть ему и правую руну, шикарно видно все, что справа. Особо его не загонгаешь здесь. И слева на клиффе. Зевса так долго бафали, бафали, да, каждый патч. Потому что совсем не метовый герой в последние годы. У него там было полузолотое время, когда на четвертой позиции его все пикали. Ну как все. Сикрет пикали, китайцы пикали. Потом мы и про это забыли. Очередной фраг на Бисмастере. Здесь у Бисмастера тоже лейнинг ужасный, как мы видим. Тяжело ему. А Зевс вот-вот возьмет уровень 6. Теперь должны понимать, Элевен Манкес, что в любой момент, если вы вдруг идете в размен, вы должны ждать, что по вам прилетит сверху. Вы просто отъедете. Сейчас по Фениксу урона не хватит. Давать нет смысла. Но так на будущее надо иметь в виду. Но там уже фейзы у нас сферы, поэтому мансовать от Fire Spirit можно вообще изи. Так, а здесь закатываются в Зевса, который уже потратил свой эскейп и погиб. Это соло фраг для стойкого. Но он опять выигрывает линию 1 на 1. Опять выигрывает. Ну, а какой в этом толк? Как мы увидели в предыдущей карте. И Зевс, в принципе, не визаж, конечно, но на нем тоже, да. И сам герой раскрывается попозже, чем на лейнинг стадии. Чувид, файты ему нужны. Какие-то ганги. Демеджи он будет наносить кучу. Тут эти волчата с эмки вообще жить нормально, если честно, не дают. Так, сломает. О, плюс 75. Плюс 75, хорошо. Так, ну, вот, к слову, можно сейчас уже постепенно лейканы пробивать. Там ганг на топ. СМН, понятно, погиб. Что делает Мисфиру? Хочется бежать. Его остановят. А вот теперь пауза. Грамотно. Грамотно Мисфир. Ага. Правда, по таймингу немножечко плохо получилось. Та-да. И возвращается на центральную линию стойков обратно. У него есть клареточка. Тудым-сюдым. Так что... Ну, ладно. Зевс хотя бы в кайфе. То есть у него есть ультимейт. В четыре вкачал арт-лайтнинг. Ну, и двоечку пока пассив. К слову, лайтнинг болт. Пока не брал. Ну да. Это основной источник урона. Очень сильный нюк. С маленьким кд. Но... Вообще никак тебе не дает ничего на линии. И с такой стоимостью, сколько стоит первый скилл. И с его кд ты просто урона будешь наносить побольше. А потом он раскачает верхнюю. Так, чуть больше тысячи ведут уже Eleven Monkeys. Как-то они слабо задушили Ликана, как мне кажется. Мне кажется, можно было на него посерьезнее надавить. Вот сейчас он Доминатор сделает. И уже как-то не особо это будет работать. Ладно, Crystal Maiden будет, если что. С крипами разбираться. Ну я бы, наверное, здесь похвалил больше Зиза на Фениксе. Который очень круто на себя. Весь этот, знаешь, дэмэдж стягивает. Его периодически... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Его периодически именно пытаются подловить. В то время как Ликан спокойно себе фармит. То есть, ну, тут уже Доминатор есть. Уже базилочку сейчас себе принесет. Ликан вообще пока в кайфе полном. Да и Тусик тоже хорошо идет. 61 крип у Зевса у нас. Это, конечно, очень жестко. Ну и, соответственно, первая строчка на Творс у нас у Виви. Вивера, дальше Зевс. Ну и третью строчку замыкает Стойков на своем Тусике. Вот уже и на вторую перебрался. В богах уже всех дела идут у Бестмастера. Понимали прекрасно, что Вивер справится на этой линии. Поэтому таким образом закрыли Бестмастера. Ладно, Бестмастер будет импакт давать чем-то еще ультимейт. Не хватило. Зевса Феникса не добил. Вивера тоже не добил. Никого не добил. Зато Кристалмейдну ловит припас. Сейчас Доминатора убивает, он получает сопочку. Да, Зевс теперь без ультимейта. Снизу Вивер. Но у него есть ульт. И они не бьют ни одного, ни второго. Сейчас Вивер просто в атаку пойдет. Потому что он уже фуловый. Ладно, получилось забрать флок РК. Можно наорать. Можно наорать на птичку и топорами добить еще. А вообще да. А, там топоры первого. Ну ладно, и так хватило. Да, все равно хватает даблкил для Эндринка. Приятно. Ну это вообще чуть ли не лучшее действие сейчас команды Х3 за карту. Потому что до этого мало что получалось. А здесь такой подарок в виде двух фрагов. При том, что их гангали, да. Они здесь вдвоем стояли. И ультез, разве что, глобально вот так помог. Локверк снова на линии. Ну и здесь лоу-хпшные герои. Х3 нужно будет уходить. Зевс пока никуда не двигается. Он девятый левел получил. Пока верхнюю вообще не качает. Так, а здесь у Шерегата проблемы. Вивер подсветил его. Уже куча есть. Да, и здесь будет погибать бесконечно. Без шансов. Вопрос, зачем остался, да? У тебя три хп, ты стоишь. У тебя ни маны, ни хп. Ты думаешь пожадничать. Получить экспу какую-то. По итогу даже на доминатор не хватает. А вот лекан с доминатором давно. С другой стороны, там есть кристалл, который разбирается с крипом. Точно. Просто безумно удобно. У тебя целый предмет. Куда уходит? У нас тут Девс погибает в центре по ходу. И вера нет у него. И ульта у него нет. Хотя бы разменчик бы какой-то здесь найти. Сомневаюсь. Лекан, супернова. Не, не, не. Здесь рассыпется x3. Всех просто позабирали. И сразу же будет атака на вышку. А здесь еще и бестмастер зачем-то пришел. Ой, какой провал. Больше трех тысяч уже проигрывают. Дээээм. В рон 2 от x3. Неправильно. Ну ладно, хотя бы, знаешь, какой-то момент. Есть джаггер парк. Все. Ему сейчас жевелин пролетит. Положительный момент. Это уже снесенная вышка. Это ведь еще на топе не снесли, из-за которой тоже скоро поедут. Больше четырех тысяч за одиннадцать минут. И перспектив-то как-то мало. Просто линии отвратительно отстояли. Джаггернаут, да, не задушил Лекан. Посмотри, сколько у Лекана, сколько у Джаггернаута. Если что, Джаггерс ФБ был. Ну, я говорю, Лекан там очень много фармил лесов. И я говорю, Феникса, наверное, застык. В первую очередь, что Лекан там у нас получает. Зашел на Зевса. Зевсу. Ой, ну, прыгивать надо туда-сюда. Просто не дают. Я только нажатием прям в Коги запрыгнул. Большой вариант получился. Может, например, Кисис нет. Крипа, там ему буквально не хватает. Джаггернаут, ой, как больно. Два удара ему буквально нанес. Ой, на спир. Заггернаут кизмана, он не сможет вдруг нажать. Какой кошмар. Хилится, хилится, хилится вардом. Но и все-таки Палансимас находит фраг на бабке. Но если бы еще и Джаггернаут погиб, это была бы вообще, конечно, сказка для команды Eleven Monkeys. Не, ну, молодцы. Молодцы. Вторую карту значительно лучше отыгрывают парни. Уже на 12 минут больше четырех тысяч. Преимущество. Ну все, здесь придется всю игру x3 играть вторым номером. Я не знаю, как они собираются драки переворачивать. Там сейчас лекан так разгонится. Смотрите на коэффициенты. 3.80 на x3 прямо сейчас. 1.18 на Eleven Monkeys. Не забывайте про баннер. Трансляции. Возможно, фрибет до 10 тысяч вам понадобится на третью карту. Все к этому идет. Прыбет Ширгарата. Прям под вышку. Ничего не боится с этим. Рор получает. Посмотрим, хватит ли урона. Ё-моё. Феникс. Феникс в четыре фаер спириты. В двое еще в санрей. Так. Ну и птичка все-таки погибает у места. Ну деревья пытается хотя бы срубить. Чтобы какой-то вижен был. И появляется урна. Или урна. Как бы поправил меня инмейт. Ну и в итоге. Ломать вышку будут. Наружили Феникса. Сейчас заставят вас туда уходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же хорошо. Здесь бабка играла, но не хватило. Не хватило немного рейнджи. От печеньки, чтобы застанить. Пять героев снизу. Пять героев. Из них вышку бьют два. Экономика просто растет. Уже шесть тысяч. Да, это при том, что вышку потеряли. Лекан тем временем. Несет себе, так понимаю. Клем. Клокер. Вообще ничего не боится. Вот так прыгает нагло. Здесь таск. Вот это бей-беги дота. Пока шикарно работает. И вообще ничего не могут с этим поделать. Минус т2. Минус т2. И этот драфт очень легко убивает Рошана. Вот прямо сейчас могут идти убивать Рошана. Черт, жестенько, да. Жестенько начали. Элевен Манкис на второй карте. Начали. Ну вот он, да, шанс сейчас будет, наверное, нет? Могут. Если захотят, могут сделать. Это легко. Жекерно. Жекерно. Молния себе несет. Ну ладно. Молния купил, еще полчаса надо пофармить. Это очень медленный тайминг. Просто ужасный тайминг. И вот нет какой-то, знаешь, условный той же Энигмы геймчейнджера, который в момент может игру перевернуть. И как еще останавливать Ликана? Там 2700 у Тусика. У Ликана 1800. Плюс там вообще барабаны будут. Клокверт по вторые тысячи. Это прям грязь. Грязь, грязь, грязь. Жекерно, чтобы убить хотя бы одного из этих героев, придется потратить и он мне слэш в него одного, и Блэйд Фьюри, и то. Это не гарантия того, что там урона хватит. С первым он мне слэшем. С вторым-то хватит. Походу просто Кристалмейден дату не выигрывает. Любую позицию бери, он бесполезный. Мне кажется, там концептуально надо героя менять, либо с таких цифр ей рисовать. Бешеных. Когда-то помнишь, Эду Шаману дали 70 урона на первом уровне? Да. Вот надо так же Кристалмейден, а то она пришла на линию, у нее 49. А не 77 у него сейчас уроз, да? Ну, за 70 точно. А у Кристалмейден 49 она на ладь не шла. И у того и у другого есть нюх. Ладно, у Цемки 2. Там такой монопул, что надо тратиться на кучу манго, чтобы выдавать их регулярно. Ну, теперь в Левен Манкис надо просто придумать, куда дальше пойти, потому что преимущество огромное. А Егис есть. Просто выбирайте направление и идите. Можно чуть ли не на хайграунд уже подниматься потихоньку, какой-то минус делать и спокойно заходят. И ладно бы, знаешь, не было героя, который быстро пушит, чтобы X3 могли там с ХГ где-то откидываться скиллами. То есть топоры, нова, кисос, все скиллы Зевса там. И тогда вы, может быть, стоите на базе, как-то откидываться. Ну, там лекарь. Вы запаритесь откидываться. И там БКБ еще на пульсике сейчас появится. Более. Или не сейчас, подожди, куда она делась. А, он не принес себе БКБ, понял. Я думал, он уже БКБшечку себе загадывал. Нет, это пока угрок столько. Поэтому, ладно, еще какие-то шансы есть. Ну и бестмастер отсюда нужно снизу убегать. Блинкдаггер в перспективе может появиться. Так, а в это время... Люкан отправляет со своей командой вниз. И в итоге Феникс сюда пришел. Купшот. Бенринка. Он уже к нам не потратил. Бенринка здесь убьют даже под вышкой, если захотят. Параллельно так и убегает Зевс. Но если Зевс умирает, то все, не будем драться. Стал на игру. Байд следом. Минус 3. Сдаемся сейчас или еще помочь? Я думаю, следующая драка, наверное, будет последней. Ну, последняя она будет объективна, потому что, скорее всего, ее проиграет команда Х3. Ну, пока что-то развал. Я не ожидал, что так плохо линии отстоят. Ну, Зевс просто стоял нормально. Жигернаут в топ-бой сделал. Что еще надо? Ну, нижняя, допустим, там, априори была слабее. Но остальные-то в чем? Мы фидели-фидели. 17 киллов дали сделать за 17 минут сопернику. И вот он, заход на хайграунд. И причем, знаешь, вот драки-то 5 на 5 так и не было ни одной. То есть постоянно где-то по одному вылавливают, вылавливают и все. Так и получается. Им и вивера сейчас нельзя убивать, пока у него аегис. Ну, дважды вивера убить, это крайне сложная задача. ДПС он наносит просто в разы больше, чем Джигернаут. Опережает очень серьезно. И вот в смоках выходят. Ну, наверное, тот самый случай, когда... Ну, это не последняя попытка что-то придумать. Ладно, лекану убили легко. Это было хорошо. Хорошо. Дальше. Контроль есть. Можно пройтись дальше, посмотреть, кого-то найти. Опа. У них рор еще есть. Блин, конечно. Все, хоги, ты не можешь пройти. Хотят задефать вышки снизу, а аегис минуту целую будет еще. Ой-ой-ой-ой. Застанет кентавром, не получилось. Ой, как интересно, кружится Джигернаут. Феникса будут убивать, куда-то сюда. Ну и вот как его достать за пределами этой карты? Надо эту историю отменять, мне кажется, Феникс. Согласен. А преимущество растет, оно просто бесконечно растет. Лекан умирает, все равно топ-1, топ-2 на форс. Да, здесь просто Левен Манкис лучше в доту сыграли. Что правда, то правда. Так, кейсмен. Что делать? Шот ловить. Так, на кристалмейдан очередной. Мастер снизу. Тоже бежать надо. Так, ну и что там по коэффициентам у наших друзей Винлайн? Ого! На победителя этой карты 8,5 на X3 и 1,03 на команду Левен Манкис. Ну, абсолютно объективно. Абсолютно объективно. Ну, как тут выйти из-под этого катка? Непонятно. Джиггернаут супер маленький. Зевс супер маленький. Ну и бестмастер. Барабаны плюс доминат. С первого уровня. По одному как-то сходить зацеплять на ошибки? Тут по одному-то толком и не бегают. Вот один раз Леган подставился. Да и то, это не то, чтобы ошибка. Он не ожидал смок ганга такого. Еще в центре находился. Последняя внешняя вышка. Ну все. Теперь только стоять и бесконечно защищать базу. Зевсу для этого очень много еще нужно. Во-первых, левел. Во-вторых, слоты, аганин там какой-то купить. Играть через Эзерил. Видео вроде вышку, да, немного успели подковырять. Там можно будет зайти. Можно ждать второго Рошана. Это тоже не ошибка. Смок. Скорее просто, чтобы ускориться, да, и убежать отсюда. Папу перехватывают на топе. Таск доедет до нее. Или пусть не разберется. Ну, нет. Не разберется. Так, ну ладно. Что у нас здесь? Сэмочек не уходит. Два удара там от вивера буквально. Все равно лезут в четвером. Поймали битмастера. Клокер. Хотя бы Клокерка добить. Супернова никто не бьет сейчас. Бабки нет. И все по суммонам. Все по суммонам. Я думаю, что ГГ напишут. Ой. Откровенно говоря, да. Вторая не пошла в команду x3. Но ГГ пока еще не бьет. Что странно. Бежит, бежит. Сеточка есть. Утроля. Опа. Наймали. Под фонтаном уже Зевса убивать. Как же легко для Айлон Манкис. Надо спушить что-то, да, обязательно? В отцепи. Большое количество героев. Там все ультимейты потрачены были, кроме Мартин Манкис. Сейчас используются. С крипами разобраться хотя бы. Не всех убивает. Так, вот СМ-ку в очередной раз убьют. Крит, просто полк, тп. Не, надо что-то делать в пистолмейте. Почему герой 10 уровень и нет 1000 тп? Бабка тоже умрет. Такое испиение происходит. Тут уже хватит себя мучить Х3. Погнали третью. Ну, все-таки, да. Пока Айлевен Манкис показывают, да, что не зря они, так скажем, на первом месте в своей группе находятся. Понятное дело, там не все команды еще свои манчи сыграли. Но начали с 2-0. Потерпели поражение в первой карте. Ну и пока на второй. Смотрится весьма и весьма приятно. На Вивера напасть. Через 30 секунд будет заход еще раз. Феникс, кстати, с философским камнем. Вообще считаю лучшей шмоткой для Феникса. Именно эту нейтралку. Потому что на слотах этот герой тоже делает очень много. Сам по себе фармит медленно. Но так потихонечку ты выфармливаешь свой рефрешер рано или поздно. Или шива, ну или что-то еще. Потом уже меняешь как конец. Решил в атаку выйти команда Х3, да? Решил продушить немного своего оппонента. Но до Рошана 30 секунд. Под Рошана можно и подраться. Вот они там подерутся. Если, конечно, доживут. Потому что уже смог прожать соперниками. Шотган появляется у Зевса. Взял себе Аганим Шар. О, это Керри из манча. Пытается скрыться. Руками так пробивают. Хотя вот урон-то неплохой нанесли. Супернову кто будет ломать? Вон она бабка. Наконец-то сделала это. 2 в 1. И в 1. Байбэк потрачен. Супернова-то бабки нет. Зевс там чем-то продолжает кидаться. Бежать. Здесь. За Зевсом поехал. Доберется. Добирается. И ультимейт билл. Хватает урона. Кипает следом. Запишите. Не пишут. Говорят, принципиально мы не проиграем до 25. Все отрагаем сами. Да нет, ну тут развал. Не знаю, с чем связана такая плохая игра X3 на этой карте или наоборот хорошая Левен Манкис, но, мне кажется, линии они отстояли хуже, чем могли. Ну, в любом случае, у них есть теперь третья карта, чтобы все обдумать и выйти на третья карта, так скажем. Ну, вот с полным настроем и с намерением победить. Но, откровенно говоря, да, вторая что-то получилась прям супер просолочной, однокалиточной. И вроде начало у Зевса было, и ФБ было, все это было, но вообще на игру никак не повлияло. Будем смотреть, что на третью приготовят команду, дорогие друзья. А пока мы уйдем на небольшую рекламно-музыкальную паузу и вернемся к вам уже с последней карты на сегодня.